МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магадане завершается асфальтирование придомовых участков, предусмотренных в рамках реализации производственных работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году. На эти цели из средств особой экономической зоны было направлено 100 миллионов рублей. Благодаря этой сумме в этом году удалось полностью заасфальтировать семь придомовых территорий. Накануне специалисты приступили к асфальтированию последней дворовой территории на улице Октябрьской, 20. В связи со сложной геометрией двора на завершение работ потребуется несколько дней. Останутся работы по той же Октябрьской, там еще устроится ливневая канализация, то есть будут вырезаться, укладываться лотки для отвода вод. Кроме того, в рамках муниципального задания силами ГУДА будут произведены работы по отводу воды дополнительной еще водоотнотной трубой. Но это такие технологические вопросы. Задача, чтобы увезти воду из этого двора, и, надеюсь, мы ее достигнем. Между тем, если задача будет недостигнута, у специалистов есть гарантийный срок для внесения корректировок, в рамках которого подрядчик будет обязан устранить недочеты. Семьи смогут направить материнский капитал на погашение кредита быстрее. Нужно лишь подать соответствующее заявление в банк. Раньше магаданцам надо было подать два обращения – и в кредитную организацию, и в пенсионный фонд. Теперь же, благодаря цифровизации, процедуру упростили. После одобрения займа банк передает все необходимые сведения в ПФР. Затем пенсионный фонд перечисляет капитал на счет продавца. Этой услугой можно воспользоваться, потому что между ПФР и банками заключены соглашения. Соглашения уже есть. Ростсельхозбанк, Сбербанк, ВТБ и АТБ. Когда обращаетесь в эти банки, и когда вам не предлагают такую услугу, процедуру оформления, напомните, пожалуйста, специалисту, с которым работаете, о том, что сегодня вам не нужно никуда ходить, а у банка есть соглашение с пенсионным фондом, и направьте, пожалуйста, мои документы по установленному соглашению канала. На данный момент такой услугой воспользовались 14 магаданских семей. Так, по словам специалистов, благодаря новому порядку оформления, шансов допустить ошибку при заполнении документов меньше. Кроме того, семьи смогут быстрее направить материнский капитал на улучшение жилищных условий. В Магадане стартовал прием заявок на соискание премии губернатора в сфере волонтерства «Добрые дела». Жители региона в возрасте от 14 лет, которые участвовали в добровольческой деятельности в течение 2020 года, могут подать заявки с указанием своих волонтерских достижений и поучаствовать в четырех номинациях конкурса. У нас четыре основные номинации. Это участник добровольческой деятельности, это организатор добровольческой деятельности, лидер добровольческого объединения и лучший добровольческий проект. То есть вот авторы проектов, а также те люди, которые активно принимали участие в добровольческой деятельности в течение года, могут подать заявку, продемонстрировать свои достижения, показать свои дела добрые, которые они делали в течение года, последних двух лет. И комиссия определит лучших и вручит соответственно премию. Для участия в конкурсе на премию губернатора в сфере добровольческих дел необходимо подать заявку на сайте АИС «Молодежь России» до 1 ноября 2020 года. Победители конкурса наградят во Всероссийский день добровольца 5 декабря текущего года. Подробную информацию можно узнать по телефону 625012. Преподаватель математики 15-й Магаданской школы вошла в золотой список учителей России. Ранее Татьяна Евсютина принимала участие в конкурсе «Педагог года». Именно после этого состязания учитель решила, нужно попробовать себя и в других первенствах. Татьяна Хамидовна рассказывает, что хотела преподавать еще с детского сада, окончила Магаданский государственный педагогический институт. Работает в сфере образования более 30 лет. По словам Татьяны Евсютиной, одна из главных задач профессии учителя – найти общий язык с детьми. Вопрос межпоколенческих коммуникаций, он сейчас глубоко прорабатывается. И, как говорится, не только когда мы в личном контакте с детьми, но и на более высоких уровнях. Специфика работы с детьми и зумерами, а тем более, что я поколение Х, далеко от них уходящие, вот, она присутствует, но у меня есть свои плюсы, потому что, если говорить о детях моего нынешнего класса, мы с ними все один год и без я, ну, лучше друг друга понимаем. Татьяну Евсютину с приятным событием поздравили не только коллеги-ученики, но и сотрудники Сбербанка. Преподавателю подарили сертификат в библиотеку Сбера. Более 100 книг по бизнес-литературе можно будет прочесть онлайн или скачать на электронный носитель. К участию конкурса допускаются выдающиеся студенты со вторых по четвертой курсы учебных учреждений областного центра. За звание лучшего поборются самые активные, творческие и спортивные студенты города, выдвинутые органами студенческого самоуправления или администрации образовательных организаций. Первый отборочный этап продлится до 23 октября. Проходит на уровне образовательных организаций, где отбираются студенты с высокой успеваемостью и имеющимися достижениями в таких сферах, как спорт, творчество, общественная и волонтерская деятельность, а также научная деятельность. Прием заявок завершится 23 октября. Из числа кандидатов для участия в конкурсе «Студент года» экспертным жюри будут отобраны не более 8 человек. Студенты с высокой успеваемостью и достижениями в сфере спорта, творчества, общественной и волонтерской деятельности пройдут финальный этап конкурса, который состоится 30 января 2021 года. Победителя удостоят звания «Студент года» и наградят памятными призами. В Магаданской области по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 10%. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Магаданской области количество выявленных заболевших со 2 по 8 октября выросло на 10%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Магаданская область и Забайкальский край занимают второе место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Магаданской области уменьшился. По данным на 24 сентября, прирост выявленных случаев коронавируса составил 11%. Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области. Там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Камчатском крае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова